МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Его Иже есть на небесе, всегда, аминь, и пристои во веке веков. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон «Симон» Симон 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 «Симон» ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 Аксиос. 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 Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос, Аксиос! 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 Аксиос! Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос! Аксиос! Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос! Аксиос, 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 Аксиос! Аксиос, 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 Аксиос! но и большим от вечера, ниже пришед, и вся ежа нас смотря и исполнит, вновь уже предоявшийся, по чужесам себе предоявший замерзкий живот, прием вверху святые свои и причистые и порочные люди, благодарив и благословив, освятив, преломив, дадя святым своим ученикам и апостолам вред. ПЕСНЯ 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 Господи же, ты святаго твоего Бога, втреть сейчас апостолом твоим из послава, того благи и не отыби от нас, но обнови нас, молящих-тося, и сотворил бы хлеб сей честное тело Христа твоего, а ежев чашесей честную кровь Христа твоего, приложив духом твоим святым. Аминь. 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 Амин Аминь. 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 И всех, и вся. И всех, и вся. И всех, и вся. И всякое епископство православное, Их же даруй святым твоим церквам, В мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, Правоправящих Слово твоей истины. Верных помяни, Господи, Великого Господина, И отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха, Московского и всея Руси, Свято-Троинские сергии вела, Священно-Архимандрита, Его же даруй святым твоим церквам, В мире целых, честных, здравых, Долгоденствующих, правоправящих, Слово твоей истины. Великого Господина, И отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, И пресвященные митрополиты, Харьки, епископек и епископек, И о всем священничестве, Моим и на честном чине, О богохранимей стране нашей, О властях, воинстве и народе, Я о мире всего мира, О благостоянии святых Божьих церквей, О спасении и помощи, С отчаянием и страхом Божиим, Труждающихся и служащих, О исцелении в небо всех лежащих, О успении и слабе Божьей памяти И оставлении грехов Всех прежде почивших православных, О спасении людей предстоящих, Их же кишдо повышлений, И мать не увысит, И за все. И дашь нам, Единами и устыденным сердцем, Славить и воспевать, Пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и присно, И во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога, И спаса нашего Иисуса Христа Со всеми вами. И с вами. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Благоухание духовного вознес, послит нам Божественная благодать и дар Святого Духа, помолимся. Вы избавитесь нам от всяких скорбей, гнева и дождя, Господа помолимся. Поступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Дня у себя совершенно свято, мирно и безгрешно, о Господа просит. Благоухание, мирно верно, наставника, хранителя души через лошадь, о Господа просит. Ощущение и оставление грехов и прегрешения наших у Господа просим. Бабы и полезных душам нас и по миру мирами у Господа просим. Бабы и полезных душам нас и по миру мирами у Господа просим. Христианские конычины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судеще Христове против. Христианские конычины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судеще Христове против. Христианские конычины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судеще Христове против. Христианские конычины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судеще Христове против. Христианские конычины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судеще Христове против. Христианские конычины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судеще Христове против. Христианские конычины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном суде. Христианские конычины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном суде. Христианские конычины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном суде. Христианские конычины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном суде. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. И мы знаем, что Симон. Он был поражен недугом. Он не имел больше, он не имел больше возможности говорить. и жил ожиданием пришествия Спасителя. И когда Дева Мария принесла младенца Иисуса, то Он, движимый Духом Святым, пришел на эту встречу с тем, которого ожидал долгие-долгие десятилетия. И истосковалась душа Его, утомленная этим жизненным путем и Симеон стремился завершить годы своей жизни, чтобы уйти в иной мир, где бы он мог отдохнуть от тяжести долгого жизненного пути. И потому с такой радостью он произнес слова, которые мы все хорошо знаем, которые запечатлены в молитвах нашей Церкви. «Ныне отпущаешь и раба твоего владыка по глаголу твоему с миром». И действительно, как свидетельствует предание, Симеон после этой встречи скончался. Его долгий жизненный путь завершился огромной переменой от земного бытия к бытию вечному. Очень часто встречи, которые сопровождают и нашу жизнь, обуславливают большие перемены в этой жизни. Все хорошо знают, как встреча с любимым человеком меняет радикально жизнь. И люди заключают браки именно потому, что когда-то произошла вот эта встреча сердец-любящих, и радикально меняется ход человеческой жизни. Но знаем также и о том, что многое из того, что подчерпывает человек в течение своей жизни, он ведь воспринимает от других людей. Весь процесс обучения – это результат встречи. Встречи с мудрыми, с более образованными, с теми, кто имеет возможность передать нам знания и опыт. И такие встречи, несомненно, обогащают. Благодаря этим встречам развивается человечество, потому что через эти встречи передаются знания, помогающие человеку двигаться вперед, преодолевая многие трудности, испытания жизни. Но не все встречи завершаются благополучно. И мы знаем, что иногда встречи со злым человеком, соблазняющим душу и разум, могут приводить к трагическим последствиям. Как мы знаем и то, что иногда люди, встречаясь, но не имея в сердце любовь, вступают в брак движими какими-то меркантильными или иными соображениями, и этот брак превращается в муку. Знаем, что не каждая встреча приносит радость, не каждая встреча возвышает человека. Но только те встречи, которые преобразуют наш разум, возвышают разум, чувства, качественно изменяют нашу жизнь к лучшему. Вот такая встреча происходит, и такая перемена происходит тогда, когда человек встречается с Богом. И многие, услышав эти слова, скажут, ну, наверное, то, что мы сейчас услышали, имеет отношение к Ветхому, к Новому Завету. Но я поправлю и скажу, все это имеет отношение к нашей с вами жизни. Потому что и мы встречаемся с Богом не в громе, не в молнии, как Моисей на горе, и не в силе Духа, как великие пророки. Мы встречаемся с Господом часто так, что эта встреча для того, чтобы быть опознанной, как встреча с Богом, непременно должна сопровождаться нашими молитвами, размышлениями и стремлением уразуметь, что это с нами произошло. А такие действительно встречи часто бывают в человеческой жизни. Мы знаем, как человек, отрицающий всякую возможность веры в сверхъестественное, отрицающий даже самоё бытие Божие по какой-то непонятной для него причине, вдруг осознаёт своё заблуждение и становится человеком глубоко верующим. Иногда это происходит буквально в результате случайного захода в храм или случайной встречи с каким-то мудрым собеседником или от чтения книги или даже от просмотров каких-то фильмов, когда вдруг мысль простая, обыденная, отрывается от этой обыденности и возносится к горе, и человек начинает задумываться о Боге. И это произошло через встречу того или иного человека, ещё вчера отрицавшего бытие Божие, либо с силой человеческих убеждений, мыслей, либо с яркостью того, кто говорил ему о Боге, либо в результате действительно мудрости, подчеркнутой из книг или из других источников. Другими словами, встреча всегда, почти всегда влечёт за собой некоторые изменения в жизни. Иногда, порой совсем незаметные, иногда значительные, как в случае с вступлением людей в брак, иногда трагические, как в результате встречи со злыми, людьми, обладающими властью, но всегда практически за настоящей встречей, неминутной, следуют некоторые изменения. Вот очень важно, чтобы мы проходили в своей жизни через те встречи, которые бы возвышали нашу душу, укрепляли наш разум и, самое главное, укрепляли нашу веру в Бога. Мы не можем сами построить некую искусственную систему встреч. Иногда это люди делают во имя достижения карьеры или каких-то других целей, но во имя достижения тех целей, о которых сейчас идёт речь, невозможно выстроить никакой программы встреч. Но, наверное, самое важное, это то, что происходит с человеком тогда, когда, подобно Деве Марии, принесшей младенца в храм, мы приходим в храм Господень. И вот здесь по-настоящему и может, и должна совершаться наша встреча с Господом. Когда наша молитва, когда сила благодати Божией, прикасаясь к нам в ответ на молитву, преображает наше сознание, наш разум, укрепляет наши чувства, и когда мы с особым состоянием Духа посещаем, покидаем храм Божий, то должны свидетельствовать, что незримо, как лёгкое дуновение ветра, к нам прикоснулась благодать Божия и состоялась наша встреча с нашим Богом и Отцом, с тем, кто любит нас более других, и кто свою любовь способен излить на нашу жизнь. Сегодняшние воспоминания о Сретене Пресвятой Богородице и младенце Иисуса с праведным Симеоном, с благочестивой Анной в храме должно нас всех с вами научить тому, что храм есть особое место, где реально может и должна происходить наша встреча с Господом, влекущая за собой те перемены к лучшему в нашей жизни, которыми и отмечается духовное возрастание человеческой личности. Пусть Господь всем нас дает силы посещать храм Божий, не лениться, никогда не менять посещение храма на какие-то другие дела, которые нам иногда кажутся очень важными, а по прошествии уже нескольких дней мы забываем об этих важных делах, они улетучиваются с нашей памяти, а мы променяли это, это, мимолетную, эту необходимость на то, чего нету более важного в мире, на реальную встречу с Господом во время совершения Святой Евхаристии в храме. Пусть этот праздник, воспоминания о встрече Девы Марии со старцем Симеоном, пророчице Анной, которые на руках Богоматери узрели явившегося в мир Спасителя, всех нас укрепляет в нашем благочестии, в нашей любви к Храму Божию и в нашем стремлении жить в соответствии с тем великим нравственным законом, которое принес Спаситель мира, явившийся во Храм Иерусалимский со своей Матерью для первого присутствия перед лицом своего Отца, в доме самого Отца. Молитвенными при чистой и преблагословенной Девы Марии да укрепит Господь веру в нашем народе и во всех нас Аминь. С праздником поздравляю вас! Я хотел бы сердечно приветствовать представителей Тульской епархии Владыку Митрополита, Владыку Серафима, представителей власти и хор и всех тех, кто сопровождал Владыку Митрополита на это богослужение. Я очень ценю возможность совершать в этом главном храме Русской Церкви, в храме овеянной великой традицией, в храме, где поставлялись патриархи и возводились на трон цари, в подлинном духовном центре нашей Родины встречаться с представителями епархии. Очень важно, что именно в таком святом месте мы имеем возможность вместе помолиться Господу, обменяться мнениями о церковной жизни. И полагаю, что эта традиция, установившаяся совсем недавно, уже несомненно приносит добрые плоды. Я хотел бы выразить пожелание, что это посещение Духовного Центра Русского Православия также принесет благословение и Тульской Метрополии, ее Клиру и благочестивым Миряна. Пусть благословение Божие пребывает над Тульской землей, славной своим прошлым и надеемся будет славным своим настоящим и будущим. Храни вас всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok